Продолжение следует... На самом деле я просто устал придумывать домашнее задание, но оно еще будет, еще парочку задач, ну вы видели, там одна задача рабочая, одна нерабочая, и одной нет к прошлой лекции. Вот эти две задачи еще будут. По сегодняшней и последующей лекции задач уже не будет, потому что нам некогда их решать А, и потому что мы переходим к такой части разговора, где очень трудно придумать задачу для ИДЖАДЖ. Вот. Вы поймете почему. Хотя я тут сегодня почитал документацию, по ИДЖАДЖ и понял, что нет, наверное, по теме сегодняшней лекции я мог бы придумать задачу, но уже нет, уже все пошло не так. Вот. Значит, а сегодняшний у нас разговор про файлы. Про файлы. Вообще, когда каких-нибудь детишек учат программировать, работать с файлами, это чуть ли не там третье, что им начинают объяснять, ну или там, не знаю, пятое, да, значит, объяснили, как складывать, умножать, и тут же почему-то рассказывают, как файл писать. Вот. Файлам вообще не повезло в прошлом и, так сказать, начинает не вести в настоящем, переходящем в будущее. Дело вот в чем. Когда-то давно файлы считались... Нет, не так. Давайте для начала дадим определение файла. Что такое файл? Казалось бы. Вот. Именовная область данных. Кто-то сдавал ОСИ, я знаю. А вот. На самом деле, вот это вот определение простое, тупое, да, файл – это именовная область данных, далеко не всем приходит в голову. Люди делятся на примерно, за исключением тех, кто сдавал ОСИ, примерно две категории. Те, которые начинают выдумывать какие-то совершенно запредельные и, на самом деле, по-своему, ужасно захватывающие определения. Вот. И тех, кого это не волнует. Значит, остановимся на определении именованной области данных и попробуем немножко потоптаться на этом. из соображений... Ой, спасибо большое. Из соображений, что, вообще говоря, это определение очень нечеткое, на самом-то деле. Вот. Потому что если... Сейчас я на некоторое время исчезну из кадра. Вот. Так вот, значит, потому что если считать именно так, что файл – это именовная область данных и все, то, во-первых, непонятно где, а, во-вторых, совершенно непонятно, что за данные там хранятся. И если по части где мы, наверное, заморачиваться не будем, ибо вот это самое где – это свойство операционной системы. Тут, правда, тоже есть некое соображение. Ну, например, если мы обслуживаем поток данных какой-то, там, не знаю, по какому-то протоколу полученный, это файл или не файл. Вот. А между тем у него наверняка есть интерфейс работы с файлами, там, read, write какой-нибудь, вот это все. Ну, ну, ладно. Значит, Сюда я не успел вписать, но я думаю, что я покажу пальцами. Значит, Да, так вот, если на вопрос, где этот файл, мы можем как бы позволить себе не отвечать, то на вопрос, что собой представляет файл, вам, вообще говоря, ответить очень хочется. Тут у меня возникает такая дилемма, про что рассказать сначала. Почему у меня пропалился этот самый коммент? Я думал, у меня он в комментах будет. Наверное, пробел надо было ставить. Вот. Давайте я сначала расскажу, как рассказывают деточкам, а потом выяснится, что деточкам рассказывают, в общем, что-то странное. Вот. Значит, о деточкам рассказывают буквально следующее. Смотрите, вот мы запускаем наш питончик волшебный, вот мы говорим, f равняется open. Дальше мы говорим имя файла в том виде, в котором оно пригодно операционной системе, ну, не знаю, филе. Почему бы и нет? Вот. Можно даже филе точка филе, чтобы у вас не создавалась точка филе, чтобы у вас не создавалось ощущение, что есть такая штука, как расширение, вот это все. Нет, просто есть просто имя файла. А дальше мы говорим, что мы с этим файлом хотим сделать. Вот. По умолчанию мы его хотим читать, а поскольку такого файла нету, а давайте его создадим сначала из какой-нибудь операционной системы, а потом уже откроем на чтение. Ну, наша любимая программа. Вот. Значит, так вот, попробуем его открыть на чтение, по умолчанию он открывается на чтение, и чего-нибудь из него почитать. Вот. Что мы имеем с гусьем? Мы имеем с гусьем некий, как видите, хитрый питонский объект, который поддерживает протокол файловый. Вот и все. Мы помним о том, что в питоне есть такое нечеткое, неформальное понятие протокола, которое описывается таким образом, что, ну, не совсем, не до конца формализованное, я бы сказал, которое описывается таким образом, что ваш объект должен иметь такие-то методы, поддерживать такие-то, такие-то операции. Вот. В случае файлового протокола объект должен иметь метод read, как минимум, метод close, возможно, еще кое-какие. Вот. Что касается этого открытого нами файла? Ну, что можно от него узнать? Вот у него всякие поля, вот. Вот это вот довольно важный момент. У него есть кодировка. Помните, мы говорили про кодировку, когда говорили про текстовые типы данных в питоне? Вот. И, ну, можно посмотреть, как мы его открыли, посмотреть, не закрыт ли он. Ну, вот это все. Тут, в общем, довольно все понятно. Если мы напишем вот так, то у нас в строку s попадет все содержимое этого самого файла. Причем, обратите внимание, это будет строка. Вот. И тут нас подстерегает первое соображение, которое мы должны всегда иметь, так сказать, в уме держать, когда мы работаем с файлами в питоне вот таким образом, как это делают детишки в начальной школе. Помним, что такое строки в питоне. Строки в питоне – это не байтовые последности, а последности юникодных символов. В зависимости от сборки питона, кажется, 24 бит. Сейчас соврать. Точно не совру. Вот. Между тем, файл у нас, как нам только что подсказали, был в кодировке UTF-8. И это сообразуется с действительностью, потому что кодировка операционной системы, в которой сейчас работают, как раз RU-RU-UT-F8. Это значит, что в момент вот этого чтения произошло декодирование, вспоминаем лекцию про строки, произошло декодирование содержимого файла в кодировке UTF-8 в, собственно, какой-то внутренний питомовский юникод, потому что тип прочтенных данных – стр. Вот. То есть, если бы там лежало что-то, не соответствующее UTF-8, мы бы сейчас еще и ошибку получили. Такие дела. Значит, ну, вот мы просто прочли все содержимое файла в строковую переменную, в строковый объект. Можем делать с ним, что хотим. Вот. Давайте еще раз его откроем. Мы можем попробовать читать из него построчно. Ну, например, вот так вот. S равняется f.readline. Вот это S. Обратите внимание, что у него в конце есть перевод строки, то есть, когда мы читаем из файла с помощью операции readline, мы всегда сохраняем все байты, которые в файле были, даже вот перевод строки тоже. И, в свою очередь, это же это же удобно удобно отслеживать. пока у нас этот самый перевод строки считывается из файла, значит, файл не кончился. Когда нам проезжает пустая строчка, да, пустая, это означает, что файл кончился. Кончился. В принципе, у него, наверное, какой-нибудь EOF еще должен быть. Нет? Нету? Ну, нету. Вот. Ну, в любом случае, в любом случае мы видим, что если мы из него считаем строку до конца строки, и этот конец строки должен приехать, а он не приезжает, значит, файл пустой. Вот. Кстати, если сейчас попытаться из него прочитать, будет примерно та же картина. Вот. Опять же, ровно такая же картина, да? Когда мы говорим операцию read, мы должны прочесть хоть сколько-нибудь. Если мы не прочли ничего, значит, файл не пустой, закончился, пардон. Мы помним, что... Сейчас вспомню слово. Абстракция файла, да? Понятие файл. Это понятие поток. У него есть начало, конец и текущее положение, откуда мы подсчитываем вот эти самые в данном случае строчки. Кстати сказать, я забыл назвать проблему номер два, которая творится с файлами. Современные люди, вообще говоря, с файлами дела не имеют вообще. Когда я читал спецкурс на факультете психологии по программированию, ну и в частности на питании, мне составило очень больших трудов понять, что люди вообще никогда не задумывались о том, что с помощью программы можно открыть файл, прочитать из него и закрыть этот файл. Для них вот это открытие файла было совершенно операцией неестественной. Вот. Потому что, ну, во всех, так сказать, дружественных пользователей интерфейсов люди тычут в этот файл и запускают какое-то приложение, которое его обрабатывает. То, что она там его открывает и закрывает, у них в голову не укладывается. Вот. И, кстати, сказать, мы сегодня немножко поговорим, почему. Вот. Да, значит, возвращаясь к теме. Итак, мы можем что сделать? Мы можем отмотать файл на начало, например, вот так вот. Если не ошибаюсь. Бумс. И прочесть из него все. Операция SIG, так же, как, вот, я думаю, что в SIG, вы помните, F-SIG, да, F-TL, вот это оно самое и есть. Вот. Единственное, что, если мне не изменяет память, надо посмотреть, в чем у нас offset измеряется? В байтах. Это значит, что если у вас там какие-то русские буквы, вы можете внезапно этот самый спозиционироваться на неправильную позицию в файле и прочесть из него какую-нибудь ерунду при перекодировании. Мы же помним, что Unicode, зараза, он фиксированного размера. Нет, Unicode так и не зараза, зараза UTF. Unicode фиксированного размера, а UTF зараза размера, ну, плавающего. И там надо вымерять четко, чтобы попасть на границу, значит, очередного символа. Вот смотрите. Если я, например, набирать буду все только по-русски, это не все только по-русски, пробелы не по-русски. Вот. И сейчас попробую с этим файлом поработать. Он называется как? ОО, да? Это было F и Open. Сейчас, секунду. Тоже нет. Вот теперь, да. Open от ОО на чтение текстовой. F.read. Все хорошо, я так надеюсь. Все прекрасно. Сейчас мы отпозиционируемся вот так. Что это он мне вернул? Интересная ошибка, что ли? Похоже, он мне вернул. А, я не оттуда. Это конец файла, да. Я не оттуда спозиционировался. Вот. Значит, единица это от конца файла, да, а двоечка, по-моему, от текущей позиции. Ну, не важно. Или наоборот, единица от текущей позиции, двоечка. Ну, не важно. Важно то, что я спозиционировался на позицию 1, и сейчас при попытке чтения я вангую, что произойдет что-то странное. Точно. Почему? Потому что мы прочли второй байт от буквы «ы» и первый байт от буквы «а». И попытались его декодировать сообразно кодировке UTF-8, и у нас ничего не получилось. Смотрите, мы можем вместо этого мы можем вместо этого открыть его как байтовый. Правда, надо заранее сказать, что на чтение. Ну, вот, опять-таки, знакомым с C особо тут ничего подсказывать не надо. Буква R означает read, буква B означает byte. Как вы думаете, какого типа данных будут лезть из файла F открытого таким образом? Байты, да. Вот то, что называется bytes. Да, ладно. Совершенно справедливо. Ну, как бы, я предупреждал, что умных вопросов не задаю. Сейчас, где-то тут был F read. О, вот они. Более того, теперь будет все хорошо, даже если мы сделаем вот так вот, почему бы и нет? Какая разница, с какого байта мы начинали? Вот здесь мы начали с D1 8B, а мы здесь начали с 8B. Да? Ну, вот попытка, попытка прочесть 8B, D0 и определить это как UTF-символ, естественно, закончилась неудача. Вот такие дела. тем самым мы нечувствительно еще пришли к тому, что у нас бывает два вида файлов, текстовые и бинарные. И по умолчанию они текстовые. То есть, перекодировкой из UTF или той кодировки, которую вы используете в вашей операционной системе, в внутренний питомский Unicode и обратно. Точно так же, как это происходило у нас на лекции про строки. Значит, да. Зачем нужно закрывать файлы? Файл нужно закрывать за тем, чтобы эти самые файлы и дескрипторы не накапливались. В принципе, как я понимаю, если мы удалим вот эту самую все ссылки на файл, то там вызовется закрытие в конце. Вот. Я даже скажу, почему, но об этом чуть позже. Поэтому, скажем, файлы, открытые на чтение, ну, можно не закрывать, если у вас их в фиксном штук. Но по-хорошему, да, дисциплина требует открытый файл закрытый. Файлы, открытые на запись, могут не дописаться. Мы помним, что на самом деле файловый обмен в операционных системах буферизованный, и вы пишете, условно говоря, в какой-то буфер, а когда он заполнится, этот буфер выкладывается на диск, вы начинаете набивать следующий. Если ваша программа не закроет файл, то пока файл не будет закрыт, этот буфер висит, ну, потому что операционная система ожидает, что вы будете писать туда дальше. А если в этот момент программу ужасным образом убить, вот, то она не успеет закрыть этот буфер, у вас будет файл не дописан. Поэтому, вот, файлы, открытые на запись, надо закрывать ровно в тот момент, когда вы хотите их закрывать. Да, возвращаясь к текстовому файлу, про позиционирование я так немножко рассказал, ftel нам выдаст текущую позицию, в общем, все понятно. Да, read вы можете ограничить, смотрите, давайте его обратно откроем, как обычный текстовый, ну, вот, можно вот так сказать, rt, readText, оба значения по умолчанию, то есть, если их не указать, будет как раз readText. Вот, можно сказать ему f.read, давайте посмотрим документацию, size, о, f.read вы указываете, f.read вы указываете, сколько символов отсюда прочитается. Вот, то есть, не байтов, обратите внимание, а символов, то есть, здесь все хорошо, вы не сможете с помощью размера read, вот, ну, собственно, вот, как работает read, read читает столько символов, сколько вы попросили, вот, а если их там меньше, значит, читает меньше, вот и все, да, никаких, как-то, вот, никакого волшебства, никаких там, из тебе исключений, никаких, каких-то потусторонних значений, каких-то еруно и всего остального, прошелся, прошлась строчка, значит, можно, не прошлась строчка, значит, нельзя, да, прошлась пустая строчка, значит, файл закончился, все, бинарный файл ведет себя точно так же. Для удобства нашего с вами можно сделать вот такую штуку, он назывался филе-филе-филе, да, в котором лежал у нас календарь, можно написать так, f.readlines, только f это было, да, и у нас, тут плохо видно, но сейчас, вот так вот, да не f же, господи, прости, а v. Вот, смотрите, readlines возвращает список строк, разбитых по границе строки вместе с этой границей строки, обратите внимание, что никто переводной строки из конца не пострипал, вот, они там есть, соответственно, если вы ввели с помощью readlines строчку, а потом сделали print, там будет два перевода строки, да, смотрите, а, это я сейчас покажу, вот, этот самый readlines, он, есть, иногда им можно пользоваться, но самая интересная фишка состоит в том, что, нет слова revint, нет слова revint, ну, значит, сик 0.0. Самая интересная фишка состоит в том, что файл, объект типа файл является итерируемым. Вы можете написать так, for l in f print l, тадам, и итерация будет происходить ровно по тем самым readlines, правда, он их не сразу прочтет, а будет читать по одной. Вот, я, правда, уже ответил на этот вопрос, но на всякий случай все-таки спрошу, почему здесь такие конские пробелы между строчками? Да, потому что там по два перевода строки, один прочтенный нами с помощью readlines, а второй приехал из print, потому что мы не сказали, вроде, потому что по умолчанию мы сказали, а в конце перевода строки, пожалуйста, вывези, вот он и вывез. помимо режимов чтения и записи, мы еще, правда, запись не пробовали, но там все то же самое сейчас покажу, есть еще режим, кажется, append, вот, когда мы дописываем существующий файл, а не заводим на его месте пустой, то есть если мы напишем вот так вот, f равняется open запись по умолчанию текстовой, то в этот момент файл o.o. уже убился, он уже пустой, смотрите. Вот это размер. То есть если мы говорим открытие файла на запись, первым делом он создается пустой, имя файла начинают указывать на этот пустой файл или даже не так, это один и тот же файл, просто его размер отматывается до нуля и мы начинаем писать с нуля. Если бы мы здесь написали a, append, ну сейчас я это покажу, то он бы дописал в конце. С другой стороны, что показывать, все это было на nosy, правда? Это все очень простые штуки. Ну вот, а дальше происходит совершенно та же самая ситуация. Мы можем написать write, в этот самый файл. Он нам возвращает сколько мы символов туда записали. Мы можем даже записать туда в write вот такой. и в тот момент, когда мы скажем f.close, этот файл окажется именно таким, как мы его создали. Вот. Обратите внимание, что вот это был первый write, вот это был второй write, понятное дело, перевод строки мы там не вывели, ну вернее, не вот это, вот это был второй write. И в конце этого файла перевод строки также нету. Видите, вот это довольно частая ситуация, когда говорите cut имя файла, в котором нет перевода строки, он выводит его, а потом подсказку shell выводит сразу после, потому что там перевод строки. Вот. Ну то есть, ну, если я сейчас скажу f.open, сейчас, вот так вот на append, значит, я буду в этот файл дописывать в конец. f. Ну, ради развлечения что там можно еще ему сказать? Да ничего обычного, ничего, ничего такого. Можно сказать только, что в write. Давайте там несколько переводов строки еще вставим. Что? Что я сделал не так? А, это кавычка лечь, вот так. Вот. Чтобы закончить эту тему, вот они, да? Несколько переводов строки, и ку-ку, и без перевода строки опять в конце забыл. Чтобы закончить эту тему, скажу, что можно воспользоваться также функцией print для записи в файл. Вот. Можно написать так. Давайте мы его начнем на запись. Он опять убился, он уже пустой. И написать так. Print, ну, допустим, ку-ку, файл равняется f. Давайте еще раз, еще ку-ку-рику туда напишем. Слышен, принт сам пишет. Да. Я как раз это, именно из-за этим я, именно из-за этим я и хотел показать, хотел показать этот самый принт, что поскольку принт мы знаем, что пишет backslash n, ну, и здесь он пишет backslash n, да? Вот они очень-очень аккуратно туда все это расписали. Вот. В общем, никаких премудростей ровным счетом в этом нету, за исключением премудрости такого плана, что когда вы не указываете, что файл binary, то он будет текстовый, и стало будет перекодирование из одного формата в другой, и вас могут ждать разные неприятности, связанные с тем, что это перекодирование может быть невозможно. Ну, если я сейчас возьмусь перекодировать какой-нибудь двоичный файл, в котором лежат просто байтики, да, читать его как текстовый, как UTF, UTF может не сработать. Нужно показывать, или вы мне верите? Что-то какое-то малооживление на лицах, ведь мы не нужно. Вот. Значит, ну вот. Вся вот эта вот набор, а именно, что можно читать, писать, можно писать с помощью print, можно... И вообще, вот все операции print, если вы указываете поле файл равно F, работают над этим файлом хорошо, это и есть, собственно, протокол работы с файлом. то есть вы можете не обязательно файловый объект, но если он поддерживает там read-write, то вы можете думать, что это файл. Ну, потому что у нас утенантимизация, вот это все. Вот. И здесь возникает довольно интересный вопрос. Почему Гвида в третьем питоне, во втором это было не совсем так, во втором вообще все файлы были в однобайтовых кодировках. Почему Гвида сотоварищи, он не один принимал это решение, почему они приняли решение, что по умолчанию файл именно текстовый, и возвращает он объект типа str, чтение из него. Ну, казалось бы, на свете текстовых файлов гораздо меньше, чем нетекстовых, и нам бы, наверное, хотелось уметь по умолчанию открывать файл и прямо читать из него байтики. Во-первых, у нас есть файлы бинарные, из них можно читать байтики, но главный вопрос, ну вот вы прочли из файла какой-то кусок данных типа bytes. Что с ним будете делать дальше? Зачем он вам такой в питоне? Вот, ну окей, ну вот вы его прочли, что дальше-то? Ну вот, вы можете его по байтикам разобрать, да, поскольку у нас, как известно, bytes, он такой еще и интеджер, да, если вы возьмете один элементом этого массива, то он будет целым числом. Ну, короче говоря, размышления показывают, что вот с текстовыми файлами вы как раз можете работать прямо как с вами прочел, прочел строчку, прочел слово, там, ну вот с этим работать. Если файлы бинарные, то скорее всего вам нужно интерпретировать их содержимое. Вам недостаточно просто прочесть байтики. В этих байтиках никакого толку. Окей, какая первая идея приходит в голову, когда мы говорим про запись не строк файла, а, ну, байтов? Нет, потому что мы еще не знаем, как его показывать. файлы бинарные, вот. Да, да. Значит, первая идея стоит в следующем. Мы же вот писали, скажем, на C программу, которая говорит, такое, вот у нас есть структура на C, мы берем, бац, передаем этому самому в принтфу ссылку на эту, указатель на эту структуру и этот самый указатель, и размер ее. Шмяк, и записываем эти байтики на диск. Потом еще раз шмяк записываем на диск. А потом, когда мы читаем, мы читаем точно так же. Мы бац, прочитали это вот некоторое количество байтиков туда, в структуру, потом ходим на C в эту структуру и видим, там есть целое число, там есть какие-то чар, там, может быть, эти самые указатели, еще чего-то. Вот. В случае питона, как было совершенно правильно сказано с места, было бы неплохо записывать не только содержимое объектов, но еще как-то понимать их тип. Хорошо в C, да, вы все завалили в память, мы говорим, а вот здесь у нас лежит, там, отсюда досюда у нас лежит интеджер, отсюда досюда у нас лежит, там, флот. В случае питона нам нужно понимать тип объекта. Нет ничего проще, потому что в питоне есть целых несколько модулей, которые занимаются так называемой сериализацией. Сериализация, вообще говоря, это подготовка типизированных данных для их передачи там какого-то канала передачи данных с целью, чтобы на той стороне их десериализировали, то есть восстановили всю структуру данных вместе с типами. Вот. В случае, опять-таки, какого-нибудь C, это легче легкого, да, взяли, порезали эти байтики на кусочки, вернее, пачки байтов на кусочки и сказали, что так и было. Вот. В случае языков программирования более высокого уровня, нам, ну, например, ну, хотим тип восстановить, походу, потому что тип с одинаковых размеров у нас довольно много. Вот. В питании есть штука, которая называется пикль. Вот. Пикль. Такой модуль, как обычно. Вот. Работает он примерно так. Давайте мы отсюда выйдем. Значит, что мы делаем? Мы сначала открываем, видимо, бинарный файл, в который будем записывать этот пикль или даже нет. Давайте не так сделаем. Давайте попробуем сделать такое. Вот. Взять и написать по-моему, это называется sdump. Нет? Не sdump. Ну, давайте подглядим в паргалочку. Вернись, вернись, я все прощу. dumps, а не sdump. Господи, прости. И дальше мы просто перечисляем, сейчас, давайте посмотрю, там просто сами объекты в количестве. Один объект. И дальше мы впишем, пишем один объект, который мы хотим задемпить. Ну, допустим, не знаю, там, сто пятьсот. Вот. К нам, как видите, приезжает какой-то, какой-то бинарный, какой-то бинарный, который, какое-то бинарное что-то, что в себе содержит даже не знаю, насколько, давайте попробуем вот так вот. Ну, 0x-100500. О, видите, 100500? Что себе содержит какой-то заголовок, тип передаваемых данных, g, видимо, большое целое, да, и само большое целое. Вот это 100500, только байтики в правильном порядке идут. Это же у нас, этот, лидлензин, да, 100. Ох, мама, а как тут вообще 100500-то получается? Ну, видимо, так вот. Да, но почему 0,0 не с той стороны? А, стоп. 1,0, 0,5, 0,0. Все, спасибо, это я тормоз. Конечно. Нет. Во, все, 0,0, 1,0, 0,5, 0,0. Надо было просто написать не так, а вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ой, а он уже какой-то другой стал. А, нет, понятно почему, потому что они превратились вот здесь вот в обычное число. Давайте тогда так. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ну, вот. Нет, там опять, опять получилось. Да что ж такое-то? Во. Во. Ну, короче говоря, кстати, а это, видимо, длинное целое. Да, вот j это у нас. Не будем догадываться. Ладно, что я толкую? Короче, идея стоит в чем? Что если мы возьмем такую фигню и скажем, ей о равняется лоц от b, то в это о у нас внезапно приедет целое число. Ну, верьте, что это оно. Вот. Или, если мы скажем, например, вот так вот, тут, не знаю, какое-нибудь плавающее число, да? Видите, букву фы. Вот. То, если мы напишем вот так вот, то о в о приедет плавающее число. Ну, и дальше больше. Если мы напишем какую-то более сложную структуру, там, не знаю, словарь какой-нибудь, да? Какой-то, значит, тюбль и так дальше. Вот. То все равно оно туда влезет, да? Вот. Там будут какие-то явные содержимые наших этих самых, наших объектов и их типизации. Вот такую штуку можно запросто записать в бинарный файл, не глядя, а потом, не глядя, оттуда прочитать и получить что-нибудь в прежнем стиле. Для этого служат, соответственно, команды не лотс и дампс, а лот и дамп. Можно написать так. f равняется open, open, от, ну, там, наш любимый оо, в write binary, да? Теперь мы прям можем смело говорить dump, по-моему, что куда. Ну, давайте попробуем. В f, я не ошибся, и еще раз туда что-нибудь задампим. И еще раз туда что-нибудь задампим, совсем сложное, вот это вот. Давайте сюда задампим. То есть у нас вот в этот файл, который мы тоже открыли, помещаются сериализованные представления объектов, которые мы туда передаем. Ну, и давайте его закроем. f.close. Вот. Вот этот файл. Как видите, он уже там, ну, что-то содержит. Вот. В нем, если немножко пошариться, можно даже разобраться, где что решит, но зачем нам, если питоний модуль может это делать сам? да? Print, или даже не print, да, там, просто load от f. И вот вам первый, результат первого дампа, первая пачка объектов, которую мы туда записывали. Вот вторая, и вот третья. Все. Ну, кстати, сказать, обратите внимание, что мы с файлом f работаем не там с помощью, не используя не файловый протокол, а используя load и dump, и поэтому, вот видите, он попытался оттуда еще что-то загрузить, а там нет. Когда я говорил, что в файл, вот этот OO, можно записать не глядя объект, а потом оттуда не глядя прочитать, я, конечно, вас обманывал. Не глядя читать, это плохая идея. Собственно, об этом написано в документации на первой же странице, во первых же строках. Вот. Не надо с помощью load читать из файла, если не вы туда клали. Потому что попытка интерпретировать бинарный файл, в котором, например, есть размер или еще чего-нибудь, может привести к сносу крыши. Значит, тем не менее, если вы клали в этот файл, то все отлично. Или, если вы использовали подпись для проверки целостности, вот тут ссылка на модуль хмак, тоже все хорошо, или можно воспользоваться модулем json, который парсит, догадайтесь, что. JSON. У JSON есть один небольшой недостаток. JSON не умеет, по-моему, словари. Вот. Что-то он не умеет, короче, я не помню. Тут где-то написано, что умеет. Короче говоря, вот если вы используете, используя Python, вы можете запиклить совершенно любой объект Python, то используя JSON вы можете запиклить, ну, как бы, сериализовать только то, что выразимо в терминах JSON. В принципе, практика показывает, что JSON-овский объект отличается от Python только одним. В нем вместо нон используется нул, кажется. Все. То есть, заменить нул на нон, и можно этот прям файл интерпретировать на Python. Вот. Что-то я еще хотел сказать про пикль интересное. Сейчас посмотрю в подсказочку. А, вы можете запиклить, вообще говоря, свой собственный класс, ну, экземпляр класса. Не вопрос. Единственное, что нужно, чтобы в момент сериализации и в момент десериализации определение этого класса было в вашем койзе. То есть, вы не можете запиклить объект вместе с классом. Класс должен быть. Объект при этом восстановится. Вот. Выглядит это примерно так. У вас должен быть save и load метод у вашего класса. Вот. И этот самый метод load просто должен расписывать. То есть, смотрите, к этому моменту поля класса уже существуют. Он берет, создает новый элемент класса, и все его поля расписывает просто вот путем добавления в дикт соответствующих значений. Так. Гнетущая тишина повисла. Что непонятно? Задайте, пожалуйста, вопрос. Значит, идея в чем? Что запиклить можно вообще любой класс, если определить в нем метод save и наоборот зациализовать и десеризовать любой класс, если определить в нем метод load. Метод save просто смотрите, что делает. Он возвращает класс и словарь, где написано имя, значение, имя, значение. Если значение будет опять типа, которого пикли не знают, он опять рекурсивно пойдет и будет искать метод save в нем, если же значение это одно из базовых классов, то он отлично запиклится. Отсюда будет вынуто имя и каким-то образом тоже засандально. Ну, если хотите, давайте просто копипастим этот пример, посмотрим, как получится. Соответственно, для того, чтобы десерилизовать достаточно, чтобы создать новый экземпляр класса с пустыми полями, а потом обновить содержимое полей. Вот и все. Тут есть несколько еще всяких интересных штук в случае, если класс не такой простой, в частности, какое-то сохранение состояния, но я в этом уже не разбирался и как-то мне не очень интересно. В принципе, посмотрите, а, во, Stateful Objects, объекты, у которых состояние разное. Короче, почитайте документацию по пиклю, она не такая простая, как то, что я только что рассказал, там есть много всего интересного, но для статических объектов, для объектов простейших, для всяких, для наших с вами целей вполне достаточно того, что мы говорим. Вот. Время сколько? Время еще есть. Тем не менее, мы на самом деле не приблизились к нашему желанию записывать в файл байтики, соответствующие грубо говоря, структуре типа C. Если записывать это в общем-то не так интересно, ну или по крайней мере не первая задача, то уж прочитать так точно первая задача. Вот у нас есть бинарный файл, мы знаем его структуру. Там первый байт содержит то-то, дальше машинное слово содержит то-то, дальше три байта содержит все-то. Вот. Как это прочитать в питоне? Опять же, на помощь приходит модуль, он называется struct, вот, который выглядит примерно так. значит, вы определяете на специальном языке, сейчас покажу, на специальном языке описания структуру вашего файла, то есть, буквально, вы говорите, тут вот есть примерчики, вы говорите, что а, ну давайте, что ли, я даже не так сделаю, сделаю вот так вот, давайте выйдем отсюда, from struct import звездочка, да, и сейчас просто упакуем, скажем, pack, pack, дальше мы говорим, что? Дальше у нас идет строка описания собственно той самой структуры, ну скажем, целая, беззнаковая, целая, беззнаковая, дальше строчка из четырех символов, дальше байт, дальше опять целая, беззнаковая. Обратите внимание, никакой сериализации, никакого этого самого alignment, да, получится получится структура данных, сейчас, сейчас, уп, нет, давайте мы тогда вот так напишем сначала так, это у нас что? Это формат, формат, да, значит, согласно вот этому языку описания, который я только что показывал, где он тут? Вот это, нет, не вот этому, сейчас, где он тут, вот этому, да, и, это unsigned int 4 байта, s это строка, у которой нужно указать длину, и мы говорим, что 4, 4 символа строки, дальше еще отдельный байт, и дальше еще одна строка, одно целое число в 4 байт. Если мы теперь вызовем функцию calc size от этого самого фы, нам скажут, что 20, почему 20? а, потому что порядок байтов такой, да, значит, нам скажут, что эта структура упаковывается в 20 байтов, давайте посчитаем, раз, 4, 8, 16, нет, 4, 8, 12, 16, 17, значит, я тут их насчитал 17, да, 3 целых числа, 4 байта, еще один байт, а здесь говорят 20, ну, видимо, потому что 20, потому что alignment все-таки есть, да, мы выравниваем вот эту вот картинку, целое, целое, 4 байта, 1 байт, то бишь 5 байт, и целое, вот после этого байта будет нолики идти, вот, ну, хорошо, пускай так, давайте упакуем, значит, pack, вот этот самый наш формат, и дальше, как мы и собирались, что там у нас, целое, 1, 2, 4 байта, значит, ку-ка-рю-ку, 1 байт, ну, пускай будет, не знаю, там, подчеркивание, и еще 5 целое, 10, а, байт его, конечно, извини, а, а здесь байт 1, да, сори, опять ошибся, 33, о, вот вам упаковка, давайте смотреть, вот это у нас 1, это 2, это ку-ка-рю-ку, это, где-то там должно быть, а, вот это 33, вот, и вот это 10, где тут 10, вот это 10, ну, потому что это 10, обратите внимание на порядок байтов, он, big engine, то есть, он, это самое, как если бы у нас эти байты шли подряд, и вот тут мы начинаем понимать, что с этими структурами есть одна, ну, такая неприятность, а какой вообще порядок байтов в том бинарном файле, который мы собираемся сейчас анализировать, ну, прямой, или, скажем, обратный, нет, это такой же, сейчас, и это такой же, а, я не то делаю, господи, прости, не здесь, вот здесь, да, значит, вот давайте, прямой порядок байтов будет вот такой, да, от большего к меньшему, от меньшего к большему будет вот такой, по-моему, о, вот вам, пожалуйста, вот я указал, значит, указал паху, что порядок байтов, литлэндинг, и обратите внимание, размер уменьшился, и вот когда бы я сказал, калксайз, вот здесь вот, не от f, от вот этой штуки, со словами, ребята, здесь литлэндинг, 17 байтов упаковал ровно, потому что, и тут мы начинаем думать о том, что, в общем, не такая хорошая идея, потому что, смотрите, архитектуры у нас бывают, бигэндинг, литлэндинг, а бывает еще, знаете, какая архитектура, когда у вас 4 байта в машинном слове, и полуслова идут сначала младшая, потом старшая, а внутри них байты идут сначала младший, потом старший, как было в 5.5.11 в свое время. То есть вариантов много, и никто за вас эти варианты не распарсят. Вы сами должны говорить, какой порядок байтов в вашей вот этой структурке. Вот. Ну, в частности, для того, чтобы программа на C это прочла, надо говорить вот так. Вот так. Равно это означает нативный порядок байтов. Вот. И он у нас внезапно литлэндинг, что не удивить. Такие дела. Значит, отсылаю вас к курсу архитектуры ВМ, к энди.н.с. Вот это все. Дальше нудить не буду. Вот. У меня тут в планах было попарсить немножко заголовок ПНГ. Давайте так. Я сейчас до какого-то момента расскажу. Если я пойму, что мне больше нечего рассказывать, мы вернемся, и я с помощью стракта начну парсить ПНГ. Потому что ПНГ довольно хорошо разбираемый формат. Вот. Просто у нас есть еще темы, которые я бы хотел затронуть. Значит, это был ПЭК. Ну, соответственно, еще есть анпак. Да? Давайте, чтобы не ограничивать себя, анпак. Значит, для того, чтобы было проще, нам будет прямой порядок байтов, бига эндзен, хотя это не характерно для x86-64. Здесь я тогда напишу, что там, целая-целая строка из шести символов. Ну, какие там еще есть? Да хватит. Давайте еще одно целое. Да? А здесь мы напишем, значит, целое. 0x. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, нет, не так. Это же у нас число, да? Писать все вот эту ерунду? Да ладно, давайте так сделаем. 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1. Что там? 2, 2, 2, 2, 2. Тогда не 6, а 8. 4. 2, 2, 2, 2. И 3, 3, 3, 3. Что тебе не нравится? А. Вот, обратите внимание, что произошло. Значит, вот эти два числа, это в шестеричном представлении, сколько там, 32, 32, 32, 32, да? По-моему. 30. Да? То есть, в этой строчке записано буквально 4 шестеричных числа 30. Ну и, соответственно, число, которое мы прочитали, было вот такое. Дальше. Здесь, соответственно, 4 шестеричных числа 31. Вот. Ну и, естественно, число было вот такое. Да? Вот. Дальше. Дальше мы сказали, что у нас байтовая строка из четырех символов, ее прочли. А дальше мы сказали опять шестеричное число, ну и, в смысле, опять число из четырех одинаковых байтов. Ну вот. Таким образом, можно, вообще говоря, читать произвольный формат, если вы заранее знаете. Чего нельзя делать с помощью... с помощью модуля Struct. Нельзя за одну команду дешифровать содержимое файла, в котором размер поля произвольный, неизвестный. Ну, например, у вас написано размер такой-то, следующего поля, и следующего поля столько-то байтов, сколько было написано в предыдущем. Это можно сделать только в два прихода. Сначала попарсить этот размер, потом сформировать следующий вот такой вот описатель Struct, и оттуда уже вынуть нужное количество этих самых байтов, слов и так далее. Ну, понятно, что мы могли здесь написать... Вот, смотрите, мы могли здесь написать 2i. Было бы то же самое. Два целых, 4 байта объединенных в строку, и дальше один целый. Вот. Давайте вы зададите какой-нибудь вопрос на эту тему, потому что, мне кажется, я немножко беспорядочно про это рассказывал. Нет. Ну, ладно. Тем не менее, смотрите, с помощью вот этого птичьего языка, он, правда, реальный птичий, Гвиды вообще любитель птичьих языков, у вас, значит, с помощью этого птичьего языка можно, в принципе, задать структуру любого файла, и его попарсить. Это если ваша задача состояла в том, чтобы взять бинарный файл, в котором записали объекты разных типов, и вынуть из них эти объекты разных типов, засунув их в соответствующие, в объекты соответствующих типов в питоне. Вот это надо сделать так. Напоминаю еще раз, что, например, строки переменной длины в это дело не укладываются, вам придется, формируя этот тип, выяснить длину вашей строки и только после этого туда вписать. Что еще может прийти нам в голову, когда мы говорим про работу с файлом? На самом деле есть еще одна ситуация, при которой мы можем захотеть открыть файл, там что-то хранить. И это ситуация, когда этот файл используется для, ну скажем так, хранения информации. То есть у нас есть как бы ключ, и по этому ключу мы что-то записываем. Фактически база данных. Вот. Ну, например, использовать файл как такое большое хранилище, скажем так, чтобы то, что мы храним, хранить не в памяти, а в файле. Вот. Да, то есть идея состоит в том, чтобы использовать не оперативную память, а дисковое пространство для того, чтобы хранить там всевозможные объекты питона. Вот. И делать это так, как мы обычно это делаем в питоне в памяти. Самый простой способ и наиболее такой хорошо подходящий к реализации, это использовать протокол словаря для доступа к такого рода файлам. То есть мы открываем файл, а потом говорим, сейчас покажу. Я это как раз проверял перед началом лекции. Смотрите. Мы говорим так. Во-первых, мы... Вот. ДБМ это как раз такой модуль, который позволяет работать с файловыми базами данных, обращаю ваше внимание, не с системами управления базами данных, а с такими специальными файлами, которые так устроены, что индексируются по ключу. Мы можем сказать, что? Мы можем сказать, F равняется dbm open. Значит, здесь мы указываем, ну, скажем, файл какой-то. Ой. db db, неважно какой. Здесь надо указать режим. Если такого файла нет, то обязательно сказать create. В отличие от обычных файлов, базу данных надо еще проинициализировать. Вот. А дальше мы к этому страшному объекту обращаемся так. Че? Ага. О. О. Ага. Индексы. Да. Вот, значит, смотрите. У той базы данных, которую мы используем в качестве бэкэнда, опытным путем, надо было документацию почитать, конечно. Опытным путем мы выясняем, что индексы бывают только строковыми, и значения тоже только строковыми. Ну, ладно, хорошо. Что, мне жалко, что ли? Че? А? Вот. Что у нас при этом произошло? У нас при этом создался... Ух, как мы тут наплодили. Создался файл под названием file.db, и он внезапно, смотрите, 12 килобайт. Что ж там хранится-то? Да ничего там не хранится. Пустые места там хранятся. И индексы. Где-то в начале лежат структуры заголовка, где-то в конце лежат наши данные, вот они. Все остальное пустые места. Почему? Да потому что это база данных. База данных оптимизирована на поиск по ключу. И это, пожалуй, главная фишка вот этого подхода к хранению чего-то в файле. Если вы храните какие-то данные обширные в файле, то почему бы не сделать этот файл, индексируя как базу данных, и хранить их там по ключу, в результате у вас доступ будет быстрый. И тут мы вспоминаем, почему это вообще возникло. Потому что файл внезапно – это поток. И чтобы найти что-то в файле, нужно его отмотать на начало и читать с самого начала до конца, пока не дойдете до конца. Как говорил король на суде над Алисой, он просил глашатая начать документ читать сначала и продолжать таким образом, покуда он не доберется до конца. А когда доберется до конца, заканчивайте читать. Вот именно так мы и ищем что-то в файле. Это долго. Особенно если этот файл хранится где-то на так жестком диске, медленно. В случае, если это база данных, за вас операцию поиска будет делать тот движок, который вы используете. В данном случае мы видели из сообщения об ошибках, что используется движок DBM, можно еще использовать движок Berkeley DB, а на самом деле есть интерфейс и к Oracle такой же. Понятное дело, что здесь речь не идет о том, чтобы использовать полный набор инструментов работы с системой управления базами данных. речь идет именно о том, что ваш файл – это не просто файл, а хранилище объектов с доступом по ключу. Вот, кстати, давайте мы в него заглянем, раз уж мы его открыли. Значит, вот мы import BDB. BDB, BDB – это вообще дебаггер. DBM, DBM, DBM.VICHDB, по-моему. DBM.VICHDB, вот, ай-ай. Как он назывался? Файл .db? Он говорит, это типа dbm.gnu. Отлично. Значит, открыть его можно в любом случае. f равняется open вот этот самый файл db. По умолчанию, так понимаю, на чтение. f, ку-ку. Нет такого. qe. Что я сделал не так? А-а-а, да, я понял, плохая идея. Надеюсь, что он был открыт на чтение. Спасибо большое. Да, он был открыт на чтение. Вот мы хотели вот так сказать, да? Вот. И тут внезапно все есть. Шмяк? Нет. Это база данных. Один ключ, одно значение. И тем не менее, если я напишу сейчас f, ку-ку равняется с чего-то другого, да? А, она открыта на чтение. Надо было открыть ее на что-нибудь более хитрое. Давайте почитаем. Чтобы можно было и то, и другое. А, вот read-write. Надо было на v открывать, а она тогда и read-write. Давайте. То есть, в отличие от файла, естественно, открытие на запись не означает, что мы ее убиваем. Это ваз. Да? Во. Да? А, все равно работает. Так вот, если я сейчас напишу f, ку-ку равняется уж чему-нибудь другому, неважно чему, то все, да что ж такое-то. Оно будет там. Это же, ну, база данных. А это ключ. Такие дела. В некоторых случаях, ой, какой write? Там write-а нету. Там есть sync, там есть кейс, смотрите. Интересно, есть iter? Нет, есть, iter нету. Ну, значит, нет. Вот. Короче говоря... Да то, ладно, должен быть. Очень жалко. Ну, хорошо, в общем, вы все поняли. Короче говоря, в некоторых случаях использование такого подхода очень сильно позволяет вам увеличить быстродействие вашей программы, если действительно то, что вы храните в файле, требует поиска. Вот. Так, время. У нас есть еще немножко времени. Ну, вот. Да, нет. Я еще вот это не сказал. На самом деле, есть еще одно соображение относительно того, что такое файл и зачем с ним работать. Вот. Это соображение про то, что это файл с какой-то известной заранее структурой. ZIP-файл, звуковой там какой-нибудь файл, картинки, как было сказано вот сюда, ну, то бишь, архив всевозможный, коих много. Короче говоря, файл со структурой заранее известной, популярной. Опять же, я поддерживаю идею картинок, потому что с картинками довольно часто приходится работать именно с их содержимым, а не просто как с каким-то потоком битиков. Вот. Под это дело, как правило, в питоне есть всевозможные модули, вот, которые... А, нет, это более хитрое. Вот ZIP-файл, например. То есть, всевозможные модули, которые позволяют работать с этими файлами с использованием подходящих протоколов работы. Скажем, с ZIP-ом, если мне не изменяет память, можно работать... А, нет, вот, смотрите. С ZIP-ом можно работать как с файловой системой. Когда вы говорите open, вот это name, это файл внутри зип-архива. Ну, кстати, может быть, можно показать. Что я сделал не так? Что я сделал не так? А, понятно. Надо было сказать не так вот. Вот это надо было убрать. Вот. Значит, вот у нас ZIP-файл, он бинарный. Давайте посмотрим. Вот. Ну, это наши заархивированные питонные штуки. В начале у него стоит ПК, дальше номер. Ну, короче, кстати, можно было попарсить с помощью модуля Struct. Вот. Не пришло мне в голову. Короче говоря, давайте мы попробуем с этим файлом поработать. Что там? ZIP-файл, по-моему. Нам нужно сейчас взять и открыть этот файл. О, еще про вид надо рассказать обязательно. ZIP-файл-обжект, да, по-моему, так и надо сделать. Да. Просто ZIP-файл-обжект создать. Что мы делаем? Мы говорим так. Z равняется ZIP-файл, точка ZIP-файл, ZIP-файл-обжект. А точка ZIP-файл. Шмяк. Это наш объект, который похож на файловую систему, потому что это архив, внутри которого есть каталоги, внутри которого есть... Вот. Мы можем сказать z.continist и получить список файлов, как видите, специального вида, то есть это объекты. Давайте, тут плохо видно. Вот, идея в этом. Каждый из этих объектов, это будет объект вида zip-info, в котором можно залезть и посмотреть, что это за файл такой. Теперь, значит, это посмотреть. Это список объектов, про которые мы что-то знаем, как их сжали, сколько у них там метод компрессии, размер файла, размер сжатого файла, вот это вот все. Теперь, значит, как его прочитать. Прочитать его достаточно легко. Ну, например, берем и говорим ему open. Говорим наш файлосистема, open, дальше имя файла, который там лежит, адрес, вот этот самый, адрес 0.py, не знаю, что это такое. Вот, на чтение. Вот он. Отмотали назад. Давайте посрочно будем читать. То есть мы работаем по протоколу файла с содержимым чего-то, что лежит внутри zip-архива. С одной стороны, вроде как, это разговор о том, как в питоне читать файлы, с другой стороны, за нас уже все сделано вообще. Мы просто открываем zip-архив и дальше тут читаем. Можно было и писать туда. Вот. Короче, вот такое. Чтобы закончить эту тему, скажу, что в питоне поддержка zip настолько развесистая, что вы можете писать, вот в следующем семестре мы про это, мы это посмотрим, вы можете писать программу на питоне вместе с модулями на питоне и еще модулями, которые, ну, короче, есть только лишь бы вы не бинарные модули, да, а саму программу и модульное питание упаковать в zip-архив, а потом питоном запустить. Он его распакует и будет выполнять. И дерево модуля будет брать оттуда, импортировать модуль будет из zip-архива. Вот. Этот модуль называется как раз zip-up, по-моему. Я на него случайно нажал. Вот. То есть вы берете, складываете все, что нужно в один zip-архивчик, потом питоном запускаете, питон, выполнив вот этот zip-архивчик. Он туда залезает, видит там вашу базовую эту самую программу, все, значит, модули, пакет, которые с ней связаны, все это запускаете. Ну, в общем, можете мне поверить, такой ерунды в базовой комплектации питона предостаточно, а уж на сайте PythonPackageIndex гораздо больше, чем предостаточно. Вы парсеров всевозможных файлов несметно количество. Я обещал рассказать про одну штуку, связанную с файлами, ну, кстати, и с zip-архивами тоже, которая вот какая. Помните, на прошлой лекции мы с вами говорили про такую вещь, как контекст-менеджер. Где-то в самом конце. Оператор with у меня был. Вот. Мы в случае контекст-менеджера говорили, что это такая штука, которая определяет клаузу finally. То есть, если в вашем объекте есть метод enter и метод exit, то он является контекст-менеджером. То есть, его можно засунуть внутрь оператора with. И при работе с оператором with будет вызван метод enter, а при выходе из оператора with будет вызван метод exit. Так вот, файл является контекст-менеджером. Вы можете написать вот так. с оператором with. With. От. О. С. Ф. Че? Что я сделал не так? Бл-гл-гл. Понятно. В hit. Во. Да? С равняется read от... О, нет. f read, да? О-о. Декодированный файл. Хорошо. Как она там называлась? Файл, файл, файл? Вот. Но что более важно, вот это f подчистилось из пространства имен. Вы вышли из контекста, и соответствующее имя просто удалилось. Оно вам не нужно, вы уже все прочли. Что еще более важно, вызвался метод exit этого самого файла, который он просто закрыл. То есть, если вы скажете вот так, то этот файл будет закрытый. На, ну, с булевская. Ну, и понятно, чтение из него. Короче говоря, файл отлично используется как менеджер контекстов. Во-первых, ну, это, в принципе, рекомендованный способ работы с файлом в питоне. Вы увидите в исходных кодах довольно много вот такого. Во-первых, потому что при таком раскладе у вас файл обязательно закроется. Помним, что оператор with означает try, и в случае finally у него вызывается вот этот exit. Даже если произошла ошибка чтения из этого файла. Даже если произошла ошибка чтения из файла f, он все равно закроется при выходе из with. В чем хитрость, да? Хитрость состоит в том, что кто-то этот файл должен закрыть за вас. Возможно, где-то у вас в коде, там дальше, было написано закрыть файл f, но нет, у вас произошел exception, exception этот вы словили или не словили, неважно что, кто-то должен файл закрыть. Вот файл закрывается сам. Если вы используете в такой конструкции. Во-вторых, у вас подчищается вот это имя, которое не присутствует в вашем namespace больше. Ну, в общем, рекомендуемый способ однократной работы с файлом. Такие дела. Что? А что нет? У-у-у, я соврал. Ну и ладно, извините, пожалуйста. Значит, интересно. А где-то я видел подчищение пространства имя. Видно, не здесь. Ну ладно, бог бы с ним. В любом случае, это конструкция, которую руками было бы довольно тяжело реализовать. Вам нужно было бы обмазывать это tryexec'ами, вам нужно было бы вызывать этот close. Этот close тоже, в общем, там, по-всякому должен был быть устроен. Вот. А в случае, когда вы это засунули внутрь with, вот такая вот вещь работает. То же самое, кстати, и в zip, который поддерживает протокол файловый, ну и так дальше. В смысле, вот... А f, он закрытый же. Сейчас, 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 сейчас. А что я вообще не так сделал? Давайте еще раз. Да, его не почистили. Но попытки из него читать приведет вот к этому. Понятно, я сделал. Файл закрыли. У вас. Кстати, сказать... И тем не менее, он закрыт. Вот. Вот, собственно, смысл происходящего. Да, у нас произошел exception, мы его даже не обработали, мы слетели, все такое, но раз, и после того, как мы оттуда слетели, файл закрылся. Значит, у нас осталась одна лекция. У нас, я постараюсь за ближайшее время добить два домашних задания, которые нужно будет доделать. Лекция будет короткая. У меня это время занято слегка, в следующий вторник. Нам нужно договориться о том, когда у нас что. Значит, экзамен по спецкурсу у 321 группы чуть ли не 16-го числа или 14-го. Вот. Но помимо 321 группы, тут еще всякие другие люди ходят, вот им тоже хочется. Значит, я постараюсь к последней лекции подбить какие-то предварительные результаты по расстановке оценок, но ставить их в следующий раз не буду. Иначе мы это убьем все время, вы, значит, будете этими оценками жить, страдать или, наоборот, радоваться. Вот. И дальше мы будем разбираться, посвятим часть лекции тому, чтобы понять, кто чего хочет пересдавать. Вот. Как-то так все это будет происходить. Так. Ну что, есть ли вопросы по тому, что было сегодня? Значит, поскольку две последние задачки, я еще даже не начал, то как раз к следующей лекции. А второй часть вы решили вовремя? Нет. Ну, вы же помните, как там устроено? Там, значит, если вы вовремя решили, то у вас 100%, а если не вовремя, то 50%. Так что там еще некоторое время мы будем доживать. Ладно. Еще вопросы? Да, дальше 25. 25. А он не закрывается. Серьезно, да? Продлю. Я не знаю, зачем он до 12-го. Что-то я не то сделал. Да. Нет, я его продлю до того момента, когда у нас будет, собственно, засчет. Ну, там, за день до этого или за два я закончу, чтобы я имел возможность, ну, посидеть и разобраться, потому что разбираться там долго. А у кого у нас? У всех нас. У АСВК там отдельная тема практикум, да? А АСВК, 32-я группа, 32-я группа, 32-я группа отличается от всех нас вместе взятых только тем, что у нее этот курс обязательный, больше ничем. Все. Еще вопросы? Если нет, тогда спасибо. До встречи. У вас. У вас. У вас. У вас.